здравствуйте в эфире новости прорыв с вами яна яковлева сегодня выпуске 10 новых стартапов вошли в особую экономическую зону инополис какие инновации ждут жители казани в сфере транспортных услуг новые общественные пространства казани 4 марта в технопарке имени попова прошел 16 совет по стартапам эксперты отобрали 10 новых проектов среди них можно отметить маслсай проект одежды на базе искусственного интеллекта который анализирует движение человека и предполагает программу тренировок нампас система централизации уведомления платежей через государственный номер автомобиля приложение станет возможным оплачивать парковку бензин мойку автомобиля проезд на платных трассах геклама международная онлайн академия по программированию для школьников стартапы будут нацелены на создание продукта который можно использовать на рынке площадкой на полис помогает найти инвесторов и пути сотрудничества с государственными структурами предоставляет перспективным проектом вычислительные мощности а также объединяет людей заинтересованных создания полезных для общества проектов ближайшее время казанцы смогут пользоваться интернетом во время поездок метро об этом подробнее расскажет сабина рамазанова в своем сюжете читать новости слушать музыку и смотреть фильмы все это можно будет теперь не только на станциях метрополитена но и во время передвижения поезда метрополитен казани открылся в 2005 году и стал первым в стране построенным после распада ссср он состоит из одной ветки на которой расположены 11 станций конца августа 2018 года в казани открылась последняя станция первой ветки метро получившая название дубравная пресс-служба метро электротранс сообщает что в туннеле уже начали устанавливать 3g и 4g станции оператора мтс прокладка кабеля для установки радиомодуля начнется на станции дубравная и пройдет на протяжении всех туннелей метро радиомодуль работает так же как и роутер после подключения пассажиры смогут воспользоваться мобильной связью и интернетом мтс при движении электропоезда многие предприятия уже воплощали эту идею жизни летом 2021 года в тестовом режиме зону 5g казанского метро запускала компания теле 2 совместно с nokia также компания ростелеком в январе этого года подавала заявку государственную комиссию по радиочастотам для испытаний сети 5g на станциях метров казани сабина рамазанова прорыв 3 марта мэру казани предоставили концепции 5 общественных пространств первым проектом стал парк спортивный который расположится на участке набережной там появятся игровые спортивные зоны 5 километровая велосипедная и беговая дорожка а также площадка для выгула собак также на территории пространства построят пирс для проведения соревнований по триатлону и заплывов на открытой воде дни когда соревнований не будет жители смогут отдыхать там на лежаках и скамейках и проводить занятия йогой еще в парке установят зону с тренажерами воркаут площадку и амфитеатру воды следующим проектом является парк салават купере он будет состоять из трех основных зон спортивной общественной и зоны для отдыха в прошлом году на территории уже проложили инженерные сети высадили деревья уложили асфальтобетонное покрытие а также подготовили территорию под детскую спортивную и экстрим зону с памп-треком и скейт-парком список проектов также вошла реконструкция сквера в честь столетия образования строительной отрасли республики татарстан парк разделят на две части центре будет расположен фонтан зимой здесь будет заливать каток и устанавливать елку вокруг фонтана появятся пешеходные дорожки беседка качели спортивная и детская площадка а также стенды с информацией о строительной отрасли республики о предстоящих мероприятиях в татарстане вам расскажет паула пачека 12 марта в национальной библиотеке републики татарстан состоится презентация сборника комиксов татарские комиксы казацкие рассказы все они позвящены взятиям легендам героям и персонажам из истории казани в рамках казанского лишнего марафона 12 марта состоится благотворительный совет на первый километр на стадионе локомотив все собрания сердца будут переданы в фонде помощи летом 27 марта магическое экспресс отправляется от вокзаля казани до волшебного мира харри поттера все пасадиров ждут подарки сюрпризе и угощение в василецкого доме культуры 24 марта состоится мультимедий спектакль на вашем профессиональной экране с актере во время шоу все зрители будут отвечать на вопросы влиять на ход миссии получать рейтинг с предложением студия была яна яковлева до новых встреч